На Псалом 143 Благословен Господь, твердыня моя, Научающий руки моей битве и персты моей брани. Что говоришь ты? Неужели Бог есть учитель войны, брани, ополчения? Да, не погрешит тот, кто припишет ему и победу при этом. Таков смысл слов, научающий руки моей, то есть дающий силу преодолевать врагов, побеждать, воздвигать трофеи. Так, когда Давид не изложил Голиафа, виновником победы был Бог. Когда он вел многие войны, воздвигал трофеи и брал неприятельские города вместе с жителями, то Бог доставлял ему победу. Потому он и воспевал Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Словом 23.8 И при Моисии и Бог совершал много подобного. Впрочем, есть и другая война, которая гораздо тяжелее этой, и в которой нам особенно нужна высшая помощь, наша борьба с враждебными силами. А что у нас борьба с ними, о том, послушай Павла, который говорит, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего. Эта борьба тяжелее, потому что полчища этих неприятелей ни одной с нами природы и невидимы для нас. Потому что борьба происходит не за что-нибудь маловажное, а за спасение или погибель. Здесь невозможно видеть убиваемых. Невозможно вперед знать ни времени, ни препятствий, ни места и ничего подобного. Эти полчища нападают и на площади, и в доме, и во время игр, и во время бездействия. Так что мы должны постоянно быть осторожными. Война с ними не знает перемирия, не имеет ни вестников, ни переговорщиков и ничего подобного. Но бывает без объявления. Поэтому здесь особенно нужно со всех сторон ограждать себя и подкреплять всю пищу. А пища для такой войны и оружия для таких воинов есть слушание божественных писаний. Кто не вкушает этой пищи, тот мучится голодом. Дам им, сказал Господь, не голод хлеба, не жажду воды, но голод слышание слов Господних. Амос 8.11 Здесь, как и в обыкновенной войне, необходима высшая помощь. Не спасется, говорит пророк, царь, многое силы, и сполина не защитит множество крепости его. Ненадежен конь на спасение. Так многие обращали в бегство врагов, когда предшествовали тому молитвы, которые и не спровергали неприятельские полщища. Милость моя, ограждение мое, прибежище мое, избавитель мой, щит мой, и на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Видишь ли, как он опять ожидает спасения от человека любви Божия. Вместе с тем он указывает здесь и на нечто другое. Этими словами он выражает, я не был бы и достоин его милости, если бы сам он не оказал ее. Он сам милость моя, а не я снискал ее своими делами. В самом деле, хотя Бога милостив, однако не всем оказывает милость без разбора. Помилуй, говорит он его, и ущедрю. Поэтому, если мы хотим быть помилованными, то должны со своей стороны заслуживать такую милость. А пророк и самое помилование приписывает Богу. Видишь ли сокрушенную душу? Видишь ли признательное сердце, которое приписывает все человека любивому Богу? Заступник мой и избавитель мой, защититель мой, и на него я уповаю. Он непрестанно выражает надежду на Бога, научая всех не унывать во время бедствий, но и среди несчастья обращаться к Богу, не отчаиваясь и не падая духом. Он есть заступник мой и избавитель мой. Если он не защитит и не избавит в самом начале бедствий, то и тогда должен надеяться. Если он сам есть заступник, то непременно избавит от бедствий. Надежда особенно бывает тогда, когда видимое обстоятельство повергает в отчаяние, а она внушает бодрость в отношении к будущему. Покоряет мне людей, хорошо сказал пророк. Действительно, нужна и для этого высшая помощь, чтобы удерживать подданных в повиновении, чтобы они не восставали и не возмущались. Таким образом, не только для покорения неприятелей врагов, но и для подчинения домашних нам нужна великая помощь свыше. Великое дело хорошо управлять своим народом, не меньшее, чем побеждать врагов. Нередко многие на войнах воздвигали трофеи, а во время мира падали, не умея держать бразды управления подчиненными. Следовательно, не от силы царства не зависит покорность войск, но от помощи Божией, от ней, как победы над врагами, так и подчинения своих. Их три. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь с него внимание? Следовательно, велик должен быть тот, кто познает Бога, или лучше будет познан от него, и не только этот, но и тот, кому Бог откроет себя. Потом весьма хорошо сказали 70 царковников. Познал на им, выражая, что не мы открыли ему, но он сам открыл себя нам. Не сказал, пророк, что есть человек, познавший тебя, но что есть человек, что ты помнишь его. 513. И Павел непрестанно выражает ту же мысль, например, когда говорит, тогда познаю, как познан я. И сам Христос. Не вы избрали меня, но я избрал вас. Еще в другом месте Павел. Если кто любит Бога, тому дано знание от него. 1 Коринфянам 8.3. Потому же он непрестанно называет себя званым, показывает, что не сам он прибег, но наперед был призван. Так и в другом месте он говорит. Итак, бегу, чтобы получить. Не сказал я постиг, но не достигну ли я? Как же пророк говорит, что есть человек? Между тем, другой говорит. Многие хвалят человека за милосердие. Но кто знает человека правдивого? Притча 26. Еще иной. По образу Божию сотворил его. Действительно, он поставлен господином над всеми тварями. Если такие люди, которых не достоин весь мир. Но все это сказано о добродетели, когда люди исполняют ее. А в словах «что есть человек» говорится о человеческой природе. Правда, велика и природа человеческая. Велика, но если иметь в виду познание, какого она удостоилась, то в сравнении с ним она весьма несовершенна. Пусть выслушает это последователи еретиков, которые так безумны, что выходят из своих пределов и страдают крайним невежеством, утверждая, будто они знают то, что выше их. Так и в незнании может быть знание, и в знании незнание. Если хотите, объясним это предметами чувственными. Скажи мне, если бы кто стал утверждать, что он может измерить море и узнать, сколько заключается в нем мерных сосудов, то не он ли именно и не знает, что такое море? Напротив, кто говорит, что он не знает, что число мер в море неисчислимо, тот особенно и знает, что такое море. Так и в отношении к Богу. Кто будет утверждать «я видел Бога» и достиг до Него собственным зрением, тот именно и не окажется для незнающим Бога, называя невидимого видимым и преувеличением своего знания, лишая себя и того, какое для Него возможно. Напротив, кто скажет, что Бог невидим и что никто не может видеть Его, не тот ли особенно и знает Его? Даже если один назовет Бога непостижимым, а другой – постижимым, то не будет ли последним незнающим Бога, а первый – знающим? Посмотри, как Павел, идя тем же путем, говорит, «мы отчасти разумеем и отчасти пророчествуем». Представь, сколько создано тварей, чтобы познать Бога не то, какого Он по существу, но то, что Он существует. Так и Павел говорит, «Веровать надлежит приходящему Богу, что Он есть. О Нем возвещают все твари, ибо от величества, красоты и созданий сравнительно познается создавший». Премудрость 13.5 Самое устройство человека, честь, предоставленное ему Богом, наказание, благодеяние, распоряжение, предвозвещенное пророками, различные чудеса, а после всего этого пришел сам единородный и совершил дивное и страшное домостроительство нашего спасения. Между тем есть люди, которые еще не знают такой ясной истины. И ты еще говоришь, что можешь собственным разумом постичь, каков Бог по существу своему. И так скажешь, ты не знаешь Бога? Нет, я знаю, что Он есть, что Он человека любив, что Он благ, что Он промышляет и все прочее, о чем говорится в Писании. Но каков Он по существу, этого я не знаю. Адам захотел знать больше, послушавшись дьявола, и за излишнее желание лишился и того, что имел. То же бывает с людьми, которые руководятся человеческим разумом и не слушают, что Господь дает премудрость и от лица Его познание и разум. Притча 2.6. Разве не слышат они Павла, который говорит, нам Бог открыл духом своим и отвергает человеческие умствования. Помышление, он говорит, не излагает, и пленяем всякое возношение в разум Божий. И другой премудрый говорит, помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Премудрость 9.14. Что есть человек, что ты помнишь его? Представь беспредельное его величие. Впрочем, когда я говорю это, я еще не говорю достойно Бога и не знаю, как сказать. Приписывая Богу величие, мы употребляем не собственное выражение, но так как нет другого выражения, то и употребляем слова, какие можем. Так называя Бога высочайшим, я не определяю его место, но выражаю высоту и величие существа его, которое превышает и превосходит все. Поэтому и говорит Порох, что есть человек, что ты помнишь его. Бог для того и сотворил человека уничиженным, и вместе даровал ему великие свойства, чтобы он не превозносился чувства величайшего нужду в смирении по немощи своей природы. Или сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание твое. Видишь ли, каково величие существа Божие. Человек подобен дуновенью, дни его, как уклоняющаяся тень. Слово «суета» означает не что иное, как тленность, смертность, кратковременность. Здесь пророк говорит о теле, потому и Авраам говорит, земля и пепел я, и Исая. «Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как свет на траве». Что же значит «суете» уподобился? То есть ничтожеству. Все человеческое непрочно, непостоянно, все проходит и исчезает. Дни его, как трава, как сень приходит. То есть и тогда, когда является, не имеет никакой силы, и скоро пролетают. И на самом опыте ты можешь видеть это. Представив людей, которые украшены почестями, ездят на колесницах, обличены властью, заключают других в темнице и наказывают. Чем отличаются они от тени, не только во время смерти, но еще прежде смерти? Как скоро они лишаются власти, то все это проходит и исчезает. А предметы истинной, заждешней жизни, так и воздаяние, и наказание истинное и благо, и неподкупный судья. Между тем, все здешнее, подобно детским играм, сегодня судья, завтра подсудимый. Так часто перемены и неожиданны превращения. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и возымятся. Какая здесь вся сирича? Великая и неразрывная с предыдущим. Начав говорить о человеческой слабости, показав ничтожество человеческой природы, пророк и здесь опять не излагает гордость людей надменных и, продолжая речь, выражает как бы следующее. Надлежало бы им самим видеть слабость своей природы и невысоко мудрствовать. Но так как они не хотят этого, то Ты покажи своими делами, до какой они дошли низости. Господи, преклони небеса и сойди. Говорить так не потому, будто Бог действительно не сходит. Возможно ли сказать это вездесущим? Но выражается о Боге человекообразным для того, чтобы посредством человекообразных выражений тронуть грубых слушателей. И прикосновение, хотя представляется величественным, гораздо ниже достоинства Божия. Богу не нужно прикасаться к горам, чтобы они воздымились. Даже не нужно им мановение, но довольно одной воле и хотение. Таким образом, сказав о слабости человеческой, он говорит и о могуществе Божьем, сколько человек может сказать, потому что это гораздо ниже величия Его. Блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их. Под именем молнии и стрелы он, разумеет, не действительные молнии и стрелы, а называет так показания, чтобы из наказания, чтобы известными предметами привести гордого и беспечного в страх, трепет и сокрушение, если иной не может выносить молнии, посылаемые не для наказания, но кто устоит, когда Бог захочет привести в движение карающую силу Свою. Стрелы же Божии суть язвы, голод, разрушение и другие различные наказания. Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вот многих, от руки сынов иноплеменных. Сила Божия готова не только наказывать, но и спасать. Рукой пророк называет здесь помощь, содействие, поэтому он не сказал простри, но пошли. А если в иных местах говорит и простри, то выражает то же самое. Под водами он разумеет беспорядочное, нестроенное и стремительное нападение врагов. А что здесь говорится не о водах, видно из прибавленных слов, из рук сынов человеческих. Чуждыми сынами, мне кажется, он называет людей, отчуждившихся от истины. Как верных мы считаем своими ближними братьями, так неверных чуждыми. Поэтому особенно мы отвечаем своего от чужого. Мой ближний не столько тот, кто близок ко мне по родству, сколько тот, кто признает со мной и того же отца, имеет общение в той же трапезе. Эта связь крепче родства, равно как и несходство нравов, ведет к отчуждению гораздо более, нежели различия по происхождению. Не на то смотри, что мы живем под одним небом и в одной вселенной. Я ищу другого общения, которое выше неба. Там наше отечество и жизнь. Жизнь наша, говорит Господь, сокрыта со Христом в Боге. Не на земле мы живем, но переселились в высшие жилища. У нас другой свет истины, другое отечество, другие сограждане и сродники. Потому и Павел говорит, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым матери не имел с тобой общения в законе истины, то он должен быть для тебя более чужим, чем скиф. И напротив, если скиф или саврамат содержит правые догматы и верой в то же, во что веруешь и ты, то он должен быть к тебе ближе и роднее единоутробного брата. И варвара, от варвара мы отличаем не по языку, не по происхождению, но по мыслям и душе. Тот преимущественно и есть человек, кто содержит право и учение веры и ведет любомудрую жизнь. 517. Посмотрим теперь, как описал чуждых пророк. Он говорит, стих 8, которых уста говорят, суетная, и которых десница, десница лжи. Видишь ли, как их называют чуждыми? Тех, которые живут порочно, любят неправду, произносят безумные речи, не говорят ничего полезного. Итак, чуждых узнавай по словам и делам, и как и Христос сказал, а с плодовых познавайте их. Как воинам дается много условных выражений и знаков, чтобы когда произойдет ночное сражение или поднявшаяся пыль произойдет темноту, подобной ночи, и случится какое-нибудь другое недоумение и замешательство, кто-нибудь не принял своего товарища за врага или врага за товарища. Так и здесь, пророк дает тебе признаки, по которым ты можешь отличить своего от чужого. Именно слова и дела тех, о которых он говорит, уста которых говорят суетной десницей, десница лжи. Действительно, у нас и теперь идет война и жесточайшее ночное сражение с бесами, нападающими на нас, с похотями, восстающими против нас, с помыслами, возникающими в нас, если и у нас, посвященных в таинство, условные выражения и знаки. Так что, если в случае сомнений мы пожелаем узнать, посвященный ли кто-нибудь или не посвященный, можем узнать, спросив у него условные знаки, десница и десница лжи. Что может быть хуже того, когда руку, данную нам для помощи, мы употребляем на неправду? Мы имеем руки для того, чтобы помогать себе и другим обижаемым, чтобы истреблять беззаконие, быть пристанищем и защитой притесняемым. Какое же можем иметь мы оправдание, употребляя это оружие не для спасения других, а на собственную погибель? Боже, новые песни воспою тебе, на десятиструнной псалтыре воспою тебе. Какая же здесь опять связь речи? Письма близкая. Сказав, проси руку твою, возьми меня, пророк обещает из своей стороны принести воздаяние Богу за помощь, воздаяние, которое не прибавляет ничего тому, кому приносится, а приносящему доставляет пользу. Какое же это воздаяние? Боже, новые песни воспою тебе. Хотя оно мало в сравнении с величием благодеяния, но он приносит то, что имеет. Так и мы от бедных и ничего не имеющих не требуем ничего, кроме благодарности и признательности. Впрочем, мы оказываем помощь для того, чтобы более прославить себя. А Бог не потому, чтобы имел нужду, но чтобы прославить самих воспевающих его и тем оказать им новое благодеяние. На псалтыре десятиструнной пою тебе, то есть буду благодарить тебя. В то время были музыкальные орудия, на которых высылали Богу хвалебные песни, а теперь вместо орудий можем употреблять телесные члены. Мы можем петь не только языком, но и глазами, и руками, и ногами, и слухом. Если каждый из этих членов делает то, что приносит Богу славу и хвалу, если, например, глаз не смотрит бесстыдно, если руки не простираются на хищение, а нападая не милостынь, если слух открыт для слушания псалмов и духовных песнопений, если ноги стремятся в церковь, как ли сердце не строит козни, а наполнено любовью, то члены тела делаются псалтирью и гуслями и воспевают новую песнь не словами, а делами, дарующему спасение царям и избавляющему Давида раба своего от лютого меча. Ни войска, ни множество воинов, ни телохранителей спасают, но помощь Божия. Сказаво всех вообще, пророк говорит о самом себе, и притом не сказал избавившему, но избавляющему, выражая непрестанное промышление Божие. 518. Далее он снова просит того, чего просил прежде, непрестанно преподая к Богу и умоляя об избавлении от людей, нечестивых, и говорит, от меча лютого, избавь меня и спаси от руки сынов и наплеменных, которых уста говорят суетное, и которых здесь снится, здесь снится о лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусные из военной столпы в чертогах. Здесь он описывает мирское благополучие, богатство, и начинает с того, что считает главным, иметь детей добрых, и святущих здоровьем, и при том обоего пола, потому и прибавляет дочери. Вместе с юностью он изображает и роскошь в одежде, головные уборы, другие женские украшения, изобретаемые при всяком богатстве. Потом описывает такой вид богатства, который кажется второстепенным, а теперь, может быть, считается первостепенным. Да будут житницы наши, полны обильной всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами, и тьмами на пажетях наших стесненные, не вмещаются, говорит, в хранилищах богатства их. Это считалось немалым благополучием, у древних богатства состояло в этом, в стадах крупного и мелкого скота, в хлебных зернах, пока не явилась нынешняя роскошь. Да будут валы наши тучи, где будет ни расхищение, ни пропажа, ни воплей на улицах наших. То есть и земледелие охраняется, с великой заботливостью, с великим тщанием. Плоды созревают, ограды стоят твердо, виноградники возделываются и ограждаются со всех сторон. Вот еще вид благодеяния. Да не будет вопля на улицах их, которые не всегда бывают при богатстве. Это тишина, спокойствие, безопасность, когда никто не строит козни, никто не нападает, когда нет ни шума, ни смятения. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Видишь ли добродетель этого мужа? Указав на богатство всякого рода, изобрази его словом, присовкупив мнение о нем других людей, сам он не испытывает ничего человеческого и не считает завидными тех, которые обладают таким богатством, но презирая все это, ублажает истинное сокровище. Другие, говорит, считают блаженными людей, имеющих это. А я ублажаю людей, кому Господь есть Бог, полагая в этом одном все их довольство, благосостояние, богатство. Те блага проходят и исчезают, а это блаженство остается постоянно. И вместо овец, детей, волов, оград и виноградников, ублажение Бога будет и богатством, и безопасностью, и непреоборимой стеною. И так, слыша это, не смущайся ничем подобным, но презирая тени, держитесь истинно. Потому что пророк выше сказал, что человек, подобен суете, дни его, как тень проходит. Поэтому, если ты увидишь людей, которые живут в таком изобилии, но ведут жизнь порочную, то хотя бы вся вселенная считала их блаженными, ты считай их жалкими и несчастными. А людей, преданных Богу, признавай достойными подражания и блаженными. Будем же все мы постоянно искать этого богатства и этого блаженства, чтобы получить и настоящее будущее благо, благодатью, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.